добрый день дорогие друзья я нахожусь во владикавказе в районе который называется асик здесь медицинский центр и когда-то был хороший фитнес-центр в котором я проработал более семи лет хотел сегодня рассказать вам одну историю она очень удивительная приятная хорошая необычная и духовная дело в том что сюда в этот фитнес-центр приходил один полицейский ему не было еще 30 лет и как-то раз он говорит мне анатолий я хочу рассказать вам как я стал верующим человеком я говорю да мне это интересно и вот его рассказ его мама он и 16-летняя сестра жили вместе и сестра стала терять сознание подумали что это эпилепсия повезли ее в москву и в институте нейрохирургии нашли огромную быстро прогрессирующую опухоль и врачи отказались оперировать ее потому что сочли невозможным благоприятный исход операции и им предложили поехать либо в израиль либо в германию на операцию здесь во владикавказе семья стала продавать быстро за небольшие деньги свою квартиру чтобы иметь возможность поехать и прооперироваться в германию и в москве у них есть родственница которая пришла к ним в клинику и говорит вот в пригороде москвы есть небольшой городок и там есть храм церковь в которой батюшка имеет дар прозорливого съездите к нему и получите благословение на поездку в германию на операцию и воскресное утро они рано поехали туда в этот пригород москвы и чуть-чуть припоздали храм был небольшой и когда они вошли служение уже в нем проходило и они войдя в храм сразу за дверями оказались крайними последними в помещении батюшка стоял к ним спиной кодил и на старославянском читал библию и вдруг он останавливается и наступать какая-то пауза причем она не была такой знаете короткой а более продолжительная ну давайте я не буду что-нибудь там привирать но допустим что это было там полминуты и или более и вдруг он поворачивается к людям и говорит отойдите пожалуйста в сторону одним потом другим и так все расступались чуть-чуть и оказались около дверей стоящими только они мама вот этот полицейский его 16-летняя сестра и он говорит его сестре ты ты доченька иди сюда и когда она подошла к нему он обнял ее голову поцеловал ее голову и у него потекли слезы у него потекли слезы и он сказал сильно болит голова собрались дальнюю дорогу никуда ехать не надо все будет хорошо никто из стоящих в этом помещении ничего не понял а он послал сестру обратно на ее место сам повернувшись стал кодить и читать на старославянском текст библии приехав в москву в клинику в понедельник мама стала просить у врача чтобы врач сделал повторную компьютерную томографию головы на что врач спрашивал а почему зачем и мама молчала по настойчивым просьбам врач объяснил матери что постоянно делать компьютерную томографию нельзя потому что это облучение и надо чтобы была пауза хотя бы 10 14 дней через которые они сделав этот снимок были поражены огромного размера опухоль жалость до маленькой горошинки и все врачи были изумлены они стали задавать вопросы а почему а что произошло в это время и узнаете тогда мама рассказала врачам о том что они ездили вот в храм в подмосковье и священник им сказал вот такую как бы от бога информацию нашелся врач который был верующим и он позвонил на передачу малахову пусть говорят и малахов сам приехал в эту клинику и стал уговаривать маму снять передачу на телевидение но мама отказывалась малахов говорил ей примерно такие слова что очень много негатива происходит и мало чудес и мало хорошего а в данном случае это очень интересная передача была бы для людей но мать категорически отказалась дело в том что богу от нас нужна благодарность и хвала и когда мы хвалим бога в едине в уединении это одно дело но когда мы говорим людям о чудесах божьих а его милости в нашей жизни в жизни наших близких то не только бог радуется но и масса людей получает вдохновение ободрение назидание утешение и надежду и поэтому бог не питается той пищей который питается человек и как духовная личность бог создатель он хочет от нас благодарности я сказал этому полицейскому у меня есть канал на ютюбе давай мы с тобой снимем это видео ты просто сам расскажешь как рассказывал это мне он сказал я спрошу матери но мать не разрешила ему суеверия страх что что-то может измениться в негативную сторону это недоверие богу когда что-то хорошее происходит нашей жизни мы должны понимать что случайности нету и допущенное богом или исправленное им мы должны делиться с этим с другими людьми у кого вера недостаточно сильна и недостаточно большая поразмышляйте об этом а я желаю вам божьей милости благодати до свидания